всем привет вы на канале мистер кубик 22 августа в русской версии игры аркейдж была убрана из игры система пользовательских фракций тем самым все пользовательские фракции были распущены что безусловно не понравилось многим игрокам но тут в тот же день появляется информация про появление в корейской версии игры аркейдж новые системы фракции она появится в сентябрьском патче на корее но помимо данной системы в игре появится и другие изменения нововведения про которые я расскажу позже новая система фракции будет совершенно иная но схожие по смыслу моменты со старой системой пользовательских фракций у нее будут новая система называется система наемников или просто наемники здесь даже почему-то корейские разработчики решили сделать небольшое видео посвященное данному патчу где описывают что они хотят сделать если что то слева перед вами это хам йонг джин проектный директор игры аркейдж а справа ли джеган руководитель команды игры аркейдж какой именно команда я не могу сказать не знаю так что если кто-то знает пишите в комментариях и если я неправильно произнес имена то извиняюсь напомню что в игре теперь имеется три фракции это охотники за удачей союзной и хорнийский союз в сентябрьском патче на корее в союзе ну и и хорнийском союзе можно будет создать фракцию наемников на западе она называется странники луны и данная фракция будет в союзе с союзом ну и а на востоке странники солнечной земли где данная фракция будет уже в союзе с хорнийским союзом вступить во фракцию можно будет выполнив в определенную цепочку квестов это напоминает вступление в пираты новые фракции системы наемников также имеют лимит игроков на вступление состав но он будет зависеть от активности изначальной фракции имеется ввиду союзной и хорнийский союз поясню если на сервере более активно или вовсе доминирует одна из сторон к примеру запад то на востоке можно будет создать фракцию странники солнечной земли в которой максимум количество игроков будет зависеть от уровня силы запада таким образом данная система позволит сбалансировать силы сторон но будьте внимательны если вы вступите во фракцию странники луны или странники солнечной земли а затем выйдете из нее неважно через какое время то вы не сможете войти в нее еще раз в течение двух месяцев два месяца это такой некий откат и как по мне это довольно много но и конечно данное значение еще струа сможет поменяться и надеюсь поменяется и уменьшится помимо этого члены совета фракции союза ной и хорнийского союза в первое воскресенье месяца могут призвать игроков которые ушли в странники луны или странники солнечной земли обратно в свою изначальную фракцию здесь неясно конечно будет ли у призванных игроков откат в два месяца на вступление обратно или нет с одной стороны нужно чтобы откат остался но с другой стороны можно этим и воспользоваться те игроки которые приняли приглашение о возвращении получат бонус в виде данной гравировки которая дает устойчивость к атакам в пвп 240 единиц она персональная так что продать у вас ее не получится помимо этого после того как вы вставите данную гравировку в шлем а именно туда она вставляется вы не сможете извлечь ее обратно не сломав и и к сожалению это пока вся информация насчет фракции которые имеются которые нам выдали конечно больше мы узнаем уже после установки самого патча не так уж долго осталось ждать до сентября хотя здесь наверное я уже кому-то напомнил что скоро сентябрь и школа и институт кто-то сейчас наверное приуныл данная система фракции это конечно лучше чем ничего но нужно все же узнавать более точные некоторые нюансы данной системы ну а на этом пока что все оставляем свои комментарии под описанием что вы думаете насчет данной системы пока что не забываем прожимать лайки видео и также подписываться на канал на этом еще раз все всем до завтра